Привет, друзья! Сегодня мы приехали на водохранилище Вяча, уже подловили трехи подлещиков, но такие подлещики не крупные, по грамм 200, Денис ловил зачетную такую платвичку, тоже грамм 200, но пока на точке в основном платва небольшая, подлещика она выдавливает. В прикормке у нас сегодня лещ крупный, биг формула, и черный цвет тоже лещ. Где-то все-таки рыбок, наверное, с десяток, но пока крупного ничего нет. В наживке опарыш-мотыль, и в прикормку еще нарезку в кукурузу сделали, и опарик. Пока опарик целиком добавляем, но не режем его так. У Дениса сейчас была серия такая, два подлещика подряд вытащил, хорошо. У меня так подлещик плотва, подлещик плотва. Денис еще закинул маховую удочку. Давайте делаю тебе поплавок. На удочку опушка такого, на грамм 100 достал. Ловим примерно на дистанциях. Ну, в общем, так далеко особо не кидаем. Такая дистанция метров под 50. Может чуть ближе. И глубина. Я вот промерочным маркерным грузиком мерился. Ловлю в русле, потому что кормушка падает на счет 7. Итак, маркерный грузик чувствуется, что подъем, такой песочный подъем. Нету ила так, так, наверх, так чувствуется сопротивление. Вот я внизу ловлю. Денис где-то не на русле, где-то тоже там какая-то зацепка у него была там. Стопор поставил. А? Переход на ил. Переход на ил нашел, да. Но там глубина у него примерно в раза два меньше, чем у меня. Потому что кормушка падает у меня на 7, у него на 3. Такое. У него пока больше подлещика, чем у меня. Взялось. Может, сожжал уже. Такой клев. Жаркие дни. Тут еще люди немножко с утреца покупались. Клев такой вялый, я бы сказал. То есть, какой-то, ну, совсем неактивный. Рыбка так. Приходится заставлять ее кушать. Ладно, будем заставлять. Поклевочка была у Дениса. Как хорошо. Расслабило. Потом опять нужно надевать. Ну, надеюсь, что как-то так подергилось. Ну. Кормушка уже давно всплыла. Он дергается. Что-то есть. Что-то. Плотвинь. Шух. Нормально. Плотвичка берется. Ну, так. Ненормально. Такая дикая поклевка была. Хороший такой загиб. Приходится удочку лучше поднимать. Там такой откос водорослей идет буквально в 30 метрах от берега. А, подлещик. Хорошо. Правда мелкий, но подлещик. Изо рта кукуруза вылетела наша. Резаная. Нарезочка. Жрежная, а? Кукурузку наш. Нравится. Мелкий. Будем ждать покрупнее. Так. Одеваем опять три мотылика. Полностью забиваем крючок, чтобы его видно не было. Серединки в голову. И тут в ведро уже добавили опарыша живого, чтобы там анимацию на дне какую-то делал. не было. Так, хорошо. Какой-то ветерок. может немножко рыбку раскочегарит. Опа. 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 все знаки кирпич на трассе стоят. Далеко пешком приходится идти. мимо. Мимо, да? Ну это, я не знаю, в воде, в машине. Есть. По поклёвкам не могло минуту попасть. Это небольшая мушка. Что это? Плотва с водорослями. Тряхнись, тряхнись. Да зачем тебе стряхиваться? Сними. Поводочки у нас ноль тринадцатая, семь десять сантиметров сегодня. Ключки все те же, четырнадцатый номер. Оунор. И шоп-лидеры привязаны по восемь метров. Две длинные воде еще. Вотhando И выдая! Как обычно не туда смотрел. А, считай, есть мелко. Ай, блин, с этими камышами. Вот там кромка, они высокие такие стоят, я так понимаю, со дна до самого этого, до поверхности практически эти камыши, ну, водоросли, и за них цепляешься. Что это, плотва? Ну, опарика добавил в наживку. Мелкая плотвичка, ребята, клюет такая. Надо, наверное, делать нарезку с опарыша. Это бурбулки, да, по-моему, да? Пузыри, по-моему. Просто, если там такое же дно, как и здесь, тут, ребята, что-то, тычки на фидеры чуть вставили. Такое ощущение, будто там песочек сантиметр, а дальше бетон. то, если там такое же дно, то я не знаю, что там. Чем она бурлит? Перфоратором рыбы, что ли? Наверное. Плотвичка, ребята, берется. Что еще? Должно быть. Да. Бурль? Плотва. Ну, хоть сейчас размер такой. Более-менее. Так кидать. Такая толстенькая, отъеденная. Видно, что жрала нашу прикормку. Ребята, еще клипса слетела. Пришлось маркериться заново, искать точку, потому что обороты как-то не посчитал, я забыл. В итоге опять пришлось искать новое место свое, которое да, нашел. Немножко там маркерным грузиком по шерстил, так клев не такой активный. Сейчас надо заново ее ставить на точку. Ну, рыбка есть. Там слева народу валом купаются все. Подлещик может? Не. Или подлещик? Лопатка. Подлещик может. Хм. У меня поклевка. Уклевал никак подлещик. Тихо. Ух ты. Лима. Плотвины от этой поклевки. Резкие. Заразы. Подлещик не грант. А? Подлещик не грант. Угу. Ну, мелкий подлещик берется в ужас. Здесь заброса потяжка была. Ну, часто так забрасываешь, сразу потяжка, потом бросает. Витягает. Поклевки, ребята, стали вообще такие аккуратные. Будем, ребята, уже скоро собираться. Такие поклевки очень редкие стали. Ну, как оно клюет, но видно, что весь день рыба такая очень активная. Приходится заставлять и не помогает особо. Ну, так, конечно, подлещик становился на точку. Перемешка с мелкой плотвой. Такое ощущение, что ее заставляешь питаться. А не, то есть, вообще неактивная рыба сегодня. Пла-пла. Пла-пла. Все, ребята, мы собрались уже. Тут уже и отдыхающие не дают нормальную рыбку половить. И сегодня такой был очень неактивный клев. Все, что мы вымучили, это реально вымученная рыба. Это был капец. Давно у нас такой рыбалки не было на подлещика. Сейчас покажем улов. Давай, доставай. Ну, от нуля ушли, да. То есть, как бы так. Ну, кто хочет ехать навязчиво, да. Отдохнуть здесь можно хорошо. Но насчет рыбалки. Ну, такое. Уже несколько раз здесь были. И, ну, примерно одно и то же. Не, ну, подловили нормуль. А больше кило. Отпускать, да? Да, все, отпускай. Все, все топи. Все, ребята. Сил аккумулятор в камере. Надо было срочно на подзарядочку поставить. Все, отпустим нашу рыбку. Включили заново. Ну, плотвичку покажи ту. Ну, это не самое. Да, бери все, что берется и отпускай. Ага, ну, хорошая плотвичка, зачетная такая. Ну, отпускай. Газу. Пошла. Остальное все давай. Топи. Да, килограммчика полтора было улова такое. Ну, и окушок твой уплыл. Да, окушок твой. Все, ребята. С вами был Рыболовный Клуб. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставить лайки, комментировать наше видео. Ставим обязательно тоже колокольчик, чтобы не пропустить новое видео о наших рыбалках. Все, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова